В 2018 году в Украине заработали новые правила на рынке жилья. Речь идет об оценке. Если человек хочет продать свою квартиру или дом, он должен пройти процедуру оценки имущества. То есть узнать, какая сейчас рыночная стоимость этого жилья. Чем ниже цена, тем меньше налог, который нужно платить государству. И вот этим часто злоупотребляли, занижая стоимость квадратных метров. В итоге специалистов по оценке в Украине обязали сдавать отчеты в специальную государственную электронную базу. Она автоматически проверяет, занизил оценщик стоимость жилья или нет. Казалось бы, все просто. Оценил и отослал отчет государству. Но депутаты Верховной Рады в 2018 году неожиданно ввели между оценщиком и электронной государственной базой обязательных посредников, суть работы которых максимально проста. Переслать электронное письмо от оценщиков к государству. Стоимость этой услуги от 20 до 70 долларов. Мало того, депутаты определили всего 4 сайта, которые могут заниматься посредничеством. Журналисты-расследователи из проекта «Бигус.Инфо» подсчитали, всего один месяц работы таких сайтов по пересылке электронных писем приносит их владельцу около миллиона долларов. Все 4 сайта, по данным журналистов, ведут к депутату Верховной Рады Антону Яценко. Отсюда в Украине и появилось выражение «площадки Яценко». Именно этих посредников и хотели ликвидировать депутаты от «Слуги народа». Но в партии случился раскол. Часть ее депутатов забраковала законопроект и сохранила заработок для посредников. За это они и могли получить вознаграждение по 30 тысяч долларов, пишет издание «Украинская правда». Здесь же и фото тех депутатов, которые не голосовали или голосовали против законопроекта. В общей сложности 14 фамилий. Уголовное производство для проверки возможного подкупа возбудили против 11 депутатов. Кто вне подозрений, в антикоррупционной прокуратуре не уточняют. Иван Гребенюк. Настоящее время. Продолжение следует.